Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Следж-хоккей или хоккей на санях – аналог известной игры шайбы для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта придумали шведы в 60-х годах прошлого века. В 1969-м в Стокгольме появилась первая следж-хоккейная лига из пяти команд. В Самаре эта игра появилась только в этом году. Как это было, мастеру спорта расскажут игрок команды сборной Самарской области Игорь Рюжейников и его дочь Мария. Здравствуйте! Здравствуйте! Услышав, киста, все то же самое, как в настоящем хоккей. И игра, в принципе, такая же, такие же скорости, но, может быть, чуть поменьше. За исключением того, что у нас две клюшки с шипами и вместо коньков мы используем сани, которые стоят на двух полозьях коньков. А экипировка? Экипировка полностью, шлем, краги, трусы, потом щитки, нагрудник, налокотники. Все это присутствует, естественно, там и защита шеи, и остального. Ну вот вы уже, значит, обещали экипировкой вас в федерации обеспечить? Правильно я понял? Да, сколько смогут, столько обеспечат, да. А вам сколько нужно? На данный момент мы, нас приглашали на товарищеский матч с Финляндии, не товарищеский матч, я не знаю, как это, с Финляндии играла Лада, КХЛ, в Тольятти. И мы ездили туда, нам подарили там футболки, кепочки, мы вышли на лед на санях, нас проэкламировали по стадиону, говорили, сказали, что нам нуждаемся в помощи, в любой. Я вот отступлюсь, так нам один товарищ перечислил из фанатов тысячи рублей. Мы это все отразили в ВКонтакте, в группе, что перечислил, мы их когда потратим эти деньги на что-то, мы это обязательно отразим, на что мы их потратили. А где же меценат? Сколько прошло времени после этого матча, кстати? Ну, уже недели три, наверное. И один фанат хоккея тысячи рублей. Один фанат хоккея, ну, тоже молодец. Меценатов пока нет, спонсоров нету, да. У нас даже вот сейчас, мы катаемся попеременно, задействовало только трое саней, потому что у нас не хватило грантовских денег на покупку шипов. Шипы стоят, комплект, 6900. Вот такие маленькие железячки, да, 6900. А их можно своими силами? Какая-то мастерская может, там, я не знаю, может, слесарные сделать? Говорят, это канадские шипы, на самом деле, они говорят, особый, да, особый там сплав какой-то. Мы планируем написать письмо на наш прогресс-завод. Все-таки, там, космические технологии, я думаю, они смогут разобраться и помочь нам. Ну, там, кусочек от шлюзажа ракеты, которая не улетела, может быть, сделает эти шипы. Вот таким образом. А пока, вот, один из наших игроков попросил своего тестия на заводе гидроавтоматика, чтобы он нашел какой-нибудь металл хотя бы, чтобы сделать, чтобы все клюшки за 10, чтобы мы хотя бы пятеркой выходили на лед, 6 человек. А сколько сейчас в команде? Сейчас 8 человек, но один у нас игрок не может приходить, потому что он работает. У него серьезная работа, он юрист, адвокат, и это время, которое дается, ну, это рабочее. А сколько вообще в команде должно быть человек? В команде должно быть 17 человек. Ну, стандартные. Да, да. Всех принимаете или какой-то отбор проходит? Мы, на самом деле, принимаем всех. И, естественно, будет приходить отбор. Это как в любой команде, которая сейчас существует в любом из городов. Ну, где они существуют. Там есть основной состав, и есть, которые стремятся в основной состав попасть. Кто-то плохо себя показывает в основном составе, тот, естественно, уходит, за него место занимает другой. За две недели кто-то уже к вам в команду приходил? Да, приходил один человек, парнишка с мамой. Вышел на лед, попадал пару раз, сказал, спина болит, и тяжело ему. Ну, мы пригласили, да, это все тренировками достигается. Если хочешь тренироваться, значит тренироваться. Если хочешь болеть, значит будешь болеть. Ну, такая позиция, по-моему. Если хочешь заниматься спортом, мы же себя пропагандируем не как любительская команда. Мы хотим тренироваться и достичь, выйти на профессиональный уровень. Вот сейчас нам пришло приглашение, что к нам готовы приехать Феникс, или уже они будут тогда сборной Москвы. Потому что подали на изменение названия. Пока мы сейчас определяемся со сроками. Кстати, в этом проведении товарищеского матча нам тоже пришел Рузов Санислав Юрьевич помочь. С гостиницей, с залом, с людьми, которые придут там с обеспечением этого матча. Вот они готовы приехать, показать мастер-класс, рассказать, как регулируются сани, как все это должно быть. Готовы привести свою экипировку, чтобы сыграть товарищеский матч. И в планах уже, ну, я знаю, конечно, во второй этап, может быть, в чемпионат России не попадем. А попадем на следующем году, это в октябре месяце. В этом году у них новая команда появилась, Уфа. Они быстро очень, за год практически сорганизовались. У них там спонсоры, наверное, хорошие. У них сразу и лед появился, и клюшки появились, и формы, и сани. Они, конечно, с большим счетом, с крупным проигрывают, но, тем не менее, они же в чемпионате России. Но это начало всегда так происходит. Мария, как вообще ваша семья восприняла то, что отец стал заниматься хоккеем? Ну, вообще, я была, конечно, в шоке от того, что папа мне об этом сказал. Как это произошло? Меня папа позвал тоже съесть как раз-таки на этот хоккейный матч товарищеский в Тольятти. Ну, я спрашиваю, куда мы едем? На хоккей. А я, ну, тоже фанатка хоккея. Ну, у меня друг раньше хоккеем занимался и занимается до сих пор. Вот. Ну, я любила сидеть, смотреть, наблюдать. Это мне прям интересно. И, ну, вот мы поехали и спрашиваю, куда мы едем? Он говорит, едем на хоккейный матч. Только он необычный. Я говорю, а какой он? Он говорит, ну, слэш-хоккей. Я говорю, а что это? Рассказывает, что в слэш-хоккей играют люди с ограниченными возможностями. Ну, мне захотелось, конечно, посмотреть, как это выглядит, в принципе. Ну, я посмотрела. Мне, кстати, очень даже понравилось. Не меньше, чем наш обычный хоккей. Вот. И я, честно говоря, не думала, что у нас все получится. Но вот видите, какой прогресс. Мне вот самой очень радостно от того, что... Видели, как отец тренируется? Да, сегодня как раз-таки было на тренировке. Но, правда, ну, не совсем не удалось увидеть, как он катался. Но так видела. Вообще, мама и вы отца поддерживаете или все-таки отговариваете его от этого мероприятия? Конечно, поддерживаем. Почему бы нет? Это хорошее, полезное дело. Зачем сидеть дома, когда можно заниматься спортом? Ну, вот команда отца мечтает стать профессиональной, участвовать в чемпионатах России. У вас уже, как сказать, уже есть картина, как это будет происходить. Вы будете ездить с отцом, поддерживать его во всех матчах. Да, конечно, в голове уже складываются какие-то такие мысли, что море, ну, вот эти большие трибуны, море народа, все болеют. И, конечно же, наша команда выигрывает. Ваши впечатления, Игорь, вот тоже о перспективах. Все ли получится? И как вы видите вот все-таки первенство в России по слэдж-хоккею? Все-таки сложная работа, сложные тренировки? Да, мы сейчас тренируемся сами по себе. У нас есть чемпион России по гребле Владимир. И он вот как бы нами руководит, потому что он, ну, знает процесс тренировки хотя бы в общем. У нас сейчас нет тренера. Танислав Юрьевич Рузов тоже обещал с этим помочь в течение недели. Ну, тяжело без тренера. Хотя бы нам просто расписали тренировку, да, должен кто-то контролировать, смотреть за нами. Мы сейчас просто катаемся по восьмерке, делаем ускорение и все остальное. Учимся стоять на коньках. Вот так, поворачивать даже. Вот только работа, только катание, упорный труд и спортзал, да, вот помогут нам попасть в чемпионат России, я так думаю. Ну, здесь есть небольшие секреты. Если мы не наберем даже полный состав, три пятерки, нам обещают просто нас разбавить игроками других команд, которые в запасные второй лиги, да, нам оденут форму. И в результате в нашей форме часть игроков... Ну, будут легионеры, грубо говоря. Это легионеры, которые не играют все равно, а им все равно хочется поиграть. И вы опыта поднаберетесь у них. И мы опыта поднаберемся, да, это обязательно. Конечно, нужно ездить на сборы, чтобы учиться чему-то, понимать, как играют. Чем больше товарищеских матчей, тем больше сборов на базе Удмуртии, Югры, там вот у них, где базы есть нормальные, Москвы, Валексино. Естественно, нас приглашают туда, но пока Министерство спорта пока не может нас туда отправить. Я думаю, в дальнейшем отправят, потому что есть уже подвижки. У вас тоже профессиональная команда намечается. Что вы хотите сказать потенциальным спонсорам? Потенциальным спонсорам? Если у вас есть возможность помочь нашей молодой команде, нам помощь сейчас нужна. Потому что у нас есть серьезные действительно предприятия, а сани мы возим с Канады. Неужели мы не сможем сделать сани? А сейчас, исходя из того, что в каждом городе у каждой команды КХЛ должна быть команда по слэш-хоккею, в одном штате Онтарио только порядка 40 команд в одном штате. Канада? Да, да. По слэш-хоккею. Поэтому спорт будет развиваться, потому что и президент об этом сказал, уделить особое внимание слэш-хоккею. Это был слэш-хоккею на телеканале Самары ГИС в программе Мастер Спорта. Я, Сергей Кизуркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08. Или раньше на спортивных площадках ГорДС. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова